Сегодня у нас 30 июня 2022 год, вот к нам какой-то человек пришел, хотим записать сейчас его, узнать откуда, чего. Мир вам ничего, у нас время такое. Мир вам. Добрый день, добрый вечер. У меня, видите, часы-то у меня 5 еще. Откуда вы? К вам прислал меня Господь. Откуда вы знаете, что Господь? Ну я потому что общаюсь с ним, он меня ведет к вам. Ночью видели с полоски, ну, ночью. Гром не гремел, а эти вспышки были. Вот он мне показывал вашу точку, звезду показывать на карте, и сам вверху. Мир вам. Мир вам. Как вас звать? Алексей. Откуда пришли? Город Киров. Куда пришли? К вам Господь привел. Что значит к вам? К вам потерявку. К кому конкретно? Ну, к Игнат Тихоничу, ко всем жителям. А вы когда пили винцо? Давно не пил. Давно не пил? Что-то у вас язык заплетает. Я подумал, что у меня два инсульта было. Два инсульта. А с какой целью пришли? Восстанавливать Россию. Ну, здесь... Ну, я говорю, меня Бог прислал для восстановления России. Пойдемте к батюшке. Пойдемте. Да. Пойдемте. Да. Кепку-то забыл. Да ладно. Принеси, пожалуйста. Бегай сам, там, на полке. Бегай. На полке. Вы не пугайтесь, меня милиция проверяла. Три раза. Отпечатки пальцев делала. Все у меня в порядке. Нет, здесь такой порядок, здесь без приглашения... Я понимаю. Не-не-не, вы не понимаете. Я понимаю. Вы не понимаете? Меня понимаете? Мне Бог звонить не дает, смски не дает, документы забрал. И говорит автостопом, своим ходом, без денег добирайся. Ну, что делать-то? Я так и делаю. Как он меня велел, так и делаю. А как он тебе сказал, Бог-то? Ну, как, ну, как сказал, как, как? Я говорю, что мне делать-то? Ну, как он сказал? Ну, вот, смотрите. Ну, не надо. Пойдемте, пойдемте, дорогой расскажет. Дорогой, пойдем. Сейчас он в тему. У меня, короче, дача Нижневкина, Кировская область. Он меня туда, Бог направил. Пойдем, пойдем. Батюшки. Максим, возьми у меня там телефон в машине. В машине телефон. Господь меня направил. Какой? Нижневкина. Как имя Господа? Господь мне сказал, езжай мне. Господь имя Господу. Иисус сказал. Перекрестись. Умеешь креститься. Все, потихоньку. Короче, он меня привезет, извиняюсь. Как бывает. У меня остались. Давай телефон. Так что, мне нужно еще избавляться от них. Он меня привел в Нижневкина. Сказал, Библию взять, чтобы он. Вот, Библию, не отпускай из рук. Сумки не несут. Ты женатый, женатый. Я разведен. У меня было... А почему разведен? Да, слушайте, у меня 10 грехов. Пойдем, пойдем. 7 смертельных. Все мое. Брат, это... Машину гоните, батюшки. Мы оттуда воду просят. Ну, у кого нет грехов? У него есть. У него есть вода. У меня Господь. 22-го, на 22-го... Да, да, да. Мы оттуда его увезем, если что. Куда разбежались-то? Не, никуда, никуда. Он просто машину повезет. Вот, читай, говорит, и это, ну... Че мне, говорю, не женихка, батюшка, говорю, небесный, что мне делать, не женихки? Вот он мне, ну, я привез эту Библию. Ого, и он, я читаю Библию. Мне ничего не понятно. Говорю, батюшка небесный, ничего не понимаю, помоги, растолкуй. И он мне начинает открывать. Библия, вот как... Тебя как звать? Алексей. Алексей, вот сейчас иди потихоньку разговаривай. Ну? Ты не по адресу пришел. Пошли, ты не по адресу. А вы в Библию ее знаете, а что? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Второе предшествие будет. Да, да, будет. Ну вот, я и приехал. Ну, и слава Богу. Ну, а че вы меня? Ты меня прогоняйте, а почему? А мы тебя не прогоняем, мы тебя не знаем. Пошли, пойдемте. Ну, пусть, знаете, милиция меня проверяла. Вот надо было там остаться тебе, в милиции. Да, да. Господь, ну что это мне? Господь, помоги. Пришел к своим, и слышали. Не к этому. Пошли, к этому. Тогда батюшки же идем. Это как в Библии? Пришел к своим, ой, к активам, пришел к своим, свои, и выгнали. Ну, я вот точно не могу сказать, как там сказали. Пойдем потихонечку. Хорошо, я буду. Сколько лет тебе? 45. 45. Какая профессия? Была, я уж уволился, потому что был главным инженером в ГАСКО промоэкспертизе. 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 Сколько лет не работал? Ну, как, так ушел с завода, больше не работал. Ну, как родился, так лет 20 уже не работаешь, да? Я 4 года отработал и уволился. Тебя уволили по статье. Сам уволился. Пошли. Стал другую работу искать, которая более прибыльная. Но видит Бог, что все прибыльно, я так отпукавил. Ну, пошли, пошли, пошли. Пойдем, сейчас с батюшки. Я отходил уже, 3 дня хожу. Дверь я хожу до вас, вот где я дошел. Ну, ты нажалась, ты не дави. Я не давлю, не давлю. Я говорю, я рассказываю, что есть. И как ты добрался сюда? Автостопом. Ты не по адресу пришел с автостопом. Не по адресу. Пойдем, пойдем, пойдем. Идем, Алексей, идем. Я просто говорю, не по адресу. Идем, идем. А как вы узнали о потерявке вообще? Через интернет. Там Вячеслав у меня в друзьях. Игнатий Тихонович и... Вячеслав, еще Николай Астахов. Вот у меня 3 в Одноклассниках. Ой, ВКонтакте. А как фамилия у вас? Светляков. Через букву Я. Светля. А вы сколько смотрели наши ролики? Я имею в виду, по годам. Или месяцам, может. Нет, года, наверное, года. Два-то точно. Ну, вы же слышали, что у нас без приглашений не пускается? Я знаю. Меня... Послушайте, Володя. Меня Господь... Вот, слушайте. Вы телефон заряжайте? Заряжаем, конечно. А тут камеру заряжайте. Заряжаем. А мне Господь сказал, выбрось зарядку, я телефон сам буду заряжать. Телефон стал заряжаться. Я от них не сочиняю. Телефон стал заряжаться до 18%, потом спускаться до 1%. И если я его втыкал, это значит, вера пропала. И так что я зарядки все выкину. Телефон стал сам заряжаться. А прописано-то по какому адресу? Город Киров, 610-045, город Киров, проспект Строительник, дом 50, корпус 3, квартира 23. А когда вы в последний раз в милиции делаете? Меня забирало вот в Павловске. В Павловске там день поля было. Вот оттуда меня забрала милиция делать отпечатки, пробивать мою биографию. Не жулики, а не террористы. Ну, короче, вот так. Потом пробивали меня. Спал на обочине. Тоже милиция остановила, тоже пробивала все мои данные. Выпиваешь? Давно не пью, не курю. Было два инсульта. Врачи прописали таблетки, но мне Боженька сказал, давай обойдешься без таблеток. Сейчас давление нормализовало. Сейчас только осталось ногу изладить и Россию с колен поднять. Тебе? Всем нам. Я вот, когда Бог открывал мне Библию, то я читал, и там написано, что жители... Ну, там не то, что по Киряевски написано, а то, что верные жители в количестве 24, я так и не понял, то ли домов, то ли жители 24 ушли в иностранную, как за границу. В иностранную церковь. А по России осталось 120 всего человек, которые будут восстанавливать Россию. Так оно на коленях, что ли? А? Россия это на коленях? Россия это на коленях? На коленях. Перед кем? Перед Васей, перед всем. Не только Россия, вся страна, весь мир. Ну, мы не собираемся восстанавливать Россию. Мы это кто? Не я, не Володя, не Андрей. Мы не собираемся. Вы не по адресу пришли. Я говорю, вы не по адресу пришли. Ну, что, сейчас мне... Подожди, вози, брат. Сейчас с бачками развести. Я развернусь и уеду. Развернусь и уеду. Что уж вы скажете, так и будет. В Евангелии сказано, пришел к своими, и свои же не приняли. Так и у вас начинается. Пришел к своими, и свои же не приняли. Апостол Павел говорит, испытывайте духов. То есть, есть духи, которые от Бога, а есть духи не от Бога. И вот мы на это всегда обращаем внимание. То есть, мы молимся, у Бога просим милости, и Господь открывает. То, что вы говорите сейчас, это очень странные слова, во-первых. Очень странные. И не похоже на здравомыслие, то, что Господь кладет человеку. Даже несмотря на то, что Господь иногда, конечно, чудеса разные делает. Но это не значит, что вот так вот, с бухты, барахты, раз, человек приехал, и все. Я говорю, вы видите, что сделаете, скажете, домой так я домой поеду, в милицию вызывайте. Нет, он же тебе сказал, речь о том, что мы все молимся Богу, и это разговор с Богом наш такой. В одну сторону, мы от него и заканчиваем, слушаем голос. Он с нами так не разговаривает. Дня 2-го, 02-го, 2022-го, он мне, он мне, вот я проснулся в 2 часа ночи и заревел, заревел. 2-го, 02-го, 2022-го, 2 часа ночи и заревел. И вот он мне явился. Каким образом? Разговаривал со мной, общался. Голосом? Общался, да. А как вы поняли, что это именно Господь Иисус Христос? Ну, потому что, ну, выполнял такие заповеди, это все, 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 все говорит, все верно делаю, да, говорю, все вот верно делаешь. Дело в том, что апостол Павел нас предупреждает в своих посланиях, это к галатам, что сатана может принимать вид Ангела Света, принимать вид Ангела Света. Он образ Христа может принять. Что, что, Володь, что скажете, то это я приму. Просто я вам, я вам просто на будущее говорю. Все приму, все приму. Потому что Лука может посмеяться над вашей душой и увлечь вас хоть куда может. Все приму, все приму. Все приму. Что скажете, все приму. Вам достаточно было переписаться. Я говорю, у меня телефон отключает. Господь говорит, если нету веры, то вставляй в розетку. Я говорю, почему вера-то у меня есть. А с чего вы решили, что это Господь сказал-то? Потому что я с Ним общаюсь. Ладно, как скажете, то и будет. У меня сил больше нет. Сил нет, ни Неры, ни... Трое суток не спал уже. Что будет, то и будет. Скажете, выезжайте, так уеду. Только не знаю, на чем уехать, на милицию вызвать. Потому что мне без денег направил, без паспорта. А родственники где? Я разведен женой. Нет, только он. А сын где твой? У меня нету сына. А дочь? Дочь старшая. Я ее сказал, что пока меня нет, живите у меня. Где она? У меня дома. Телефон я не могу сказать ему, что нет телефона. Там, например, плохая. А сколько 18% на зарядке не осталось? Тогда приехал. Позвони сейчас. Ты меня слышишь, что я говорю? Дочери, позвони. У меня телефона нету, я телефон не помню. А где телефон-то? Дома оставил. Ну ты говоришь, 18% зарядки. Не, а слышал, что я говорю или не слышал? Не слышал, нет. Не слышал, не слышал, что я говорю или не слышал. Все, я не буду больше, а с батюшкой поговорю, через что он скажет, что и ладно. Что и будет. Брат, поднимай пока. Ничего не нажимай так. Что тут кнопка не касается. А пойду батюшку сберу. Давай. О, присяду. Тоже надо посидеть. Да сейчас, подожди, батюшка. Просто ты сам должен понимать. Ты сбух, ты барах, ты туда пришел. Я говорю, я делаю-то не сам. Послушай, послушай, ты говоришь, ты веришь в то, что ты слышишь. А мы то, что мы слышим, мы к этому относимся по-другому. Так что ты успокойся. Я ничего не говорю. Вот. Я не говорю ничего. И видишь, как убедительно ты ничего не сказал в здравом понимании, чтобы мы поняли тебе, как цель твоего визита, ты для чего пришел, какие у тебя знания, что-то. Ты к нам говоришь, что у тебя через зарядку Господь с тобой общается. Ну, вот так вот, скажем, ну, это очень странно выглядит, по меньшей мере. А телефон прячешь? Ну. Телефон у меня дома. Почему? Ну, чтобы Боженька сказал, паспорт забрать, деньги взорвать. Деньги взорвал. А где твой паспорт? Паспорт дома. То есть это есть... А как твой фамилия? Светляков Алексей Александрович. 06-02-1970. 06-07-го года. Это можно проверить? Конечно, полиция... Как? Да как полицию вызвать, я не все проверю. Полиции выйдет. Я не знаю. Ты хочешь в полицию, что ли? Да, я не хочу. Что сделать? Я уже... Я свое дело выполнил, у меня больше меси нет. Погодите сюда. Иду, иду. Погоди сюда. Добрый вечер. Добрый вечер. я приехал с вами с миром меня боженька на правку я понимаю что без приглашения ничего тут не делается не на праве вот документы есть документов с собой ничего не милиция проверяла три раза на чем проверяла раз нет документов компьютеры проверяла нужны паспортные данные откуда вы едете с города кирова кирова куда вы ехали да откуда вы знали из интерната интерната но так ну из интернета вы знаю знаю знали приехали вы у вас как-то бы позвонили вас тоже ждал встречал вы ехали зачем сюда ваша цель приезда какая я спрашиваю ваша цель приезда какая вы ехали с какой целью зачем ехали одна из целей креститься одна из целей креститься креститься вы обращались а дома где вы жили в храм первые в один храм обращался ну мне отказали другой храм обращался а как вы доехали автостопом авто почему у вас нет документов боженька сказала документами другие не надо я говорю как узел карусели то не надо молоть боженька сказал документов почему нет я спрашиваю не взял а почему не взяли они у вас есть дома ну так а почему не взял такой ездить в пути и не взял документы я не позже ехал но все равно едем сегодня куда бы ты ни ехал документы везде нужны документы тем более сегодня такая обстановка полувоенная стране как это так ты что-то это брат не договариваешь много не договариваешь я все договорю ну как не ехать с кирова еду без документов а как вас зовут еще алексей александрович светляков алексей александрович мне сказать больше нечего ты ничего не сказал сказал неправду сразу правду говорю документы есть есть документы дома оставил поехал в путь как это так документ оставил но дома у тебя какая семья есть кто работал и один жил один я инвалид инвалиды инвалиды инсульта бы тем более ехать дорогу без документов два инсульта было ну слов не находится что сказать как ты скажете так и сделал а так сказать поезжайте назад откуда приехали когда вызовите чтобы словами лично чтобы меня чтобы документы это ну как другие сидя дома документы то ставил дома документы порвал они порвал зачем чтобы я с верой добраться за все так братья сейчас поедете встречать на станцию туда отвезите на станцию меня не там не возьму на станцию отвезите и там на поиск сядет и меня нет без паспорта ты нас за кого считаешь здесь всех эти паспорт выпишем ли что как я говорю полицию уходят в полицию сдать и поехали вот я ехаю мама-то полежали мама-то в полицию хорошо хорошо сам доберешься согласен но нельзя же так так ты говоришь говорите с собой разговариваешь как это ты говоришь все неправду плетешь я все правду какой-то плетения документы дома стал потом я порвал а зачем ты порвал документы зачем порвал несет и не я говорю мне просто надо было добраться до вас с верой что такое вера это когда надеешься на бога и больше ни на чего не надеюсь а он сказал скоро будет паспорт и уже вообще не будет паспортов вообще не будет кто тебе сказал это то паспортов не будет кто сказал христос имел паспорт а ты говоришь никто не будет переписи участвовал записывали приходили регистрировали но ничего не горю что есть на ты вот и на него отмазала паспорта не вначале от лукавого от лукавого носит так только одно до вокзала и проводили все там полиция есть нет полиции не так как не там надо следующая станция доедете там полиция был есть смысле как на чем на на чем пришел готовые в поезд сядешь и на поезде а позже ладно хорошо я понял понял все шоу нам всю дорогу говорил я приехал восстанавливать россию ладно это чепуху если через после он пол десятого до трассы вы на трассы бы вывести на трассе там на трассе но мы же никакого 0 6 0 2 2000 1977 на трассу хоть минуты сдайте я прошу так не сидел а если дали брехи в полицию дали брехи вот сдайте меня в полицию а ты им тоже говорил что тебе был боженька говоришь что-то когда с ними общался или кем и так не говорила не говорил понятно я думал что на своем я тут пойму нет нет потому что там сейчас показания кто чего зачем до трассы на трассу вывезли там на попутно опять автостопом куда надо уедет приехал автостоп автостопом уедет до трассы мы могли бы молиться и сюда вызвать полицию полиция приехала бы но нам не надо полицию зачем лишний раз тревожить это так по глупости серьезности нет никакой добраться не сил никаких нет ну как не получится так не получится так до трассы довести сдайте меня в полицию машина то там вот сдадут полицию вон там он там за поезд не возьму до трассы до трассы до трассы до трассы а там пас на попутку просто чтоб все садись машину да 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 поедем назад назад в рюкзак только снять она потом не войдет карманов есть что-нибудь там еще что ничего в боковом кармане а это для чего тебе дороги ничего ну чтобы вот подвязывал отдашь потом потом отверстили до веревка ну опасно библия не надо библия в рюкзак пускай положит да и все воду я ставлю так вы смотрите только быстро да и чтобы успеть до этого до поезда до поезда остается час так это не надо забери свою воду забери в ногу в ногу в ногу в ноги пускай положим неизвестно что там в соцсети какой-то есть видишь вот как он сказал 6 февраля 77 года не тут видишь фотографию город киров 45 лет все сходится он 45 сейчас и 77 года здесь то он здесь он какой-то не такой ну в соцсети есть такой вот 6 февраля как он сказал точно 6 0 2 7 седьмого ему сейчас 45 лет киров город но фотографию не знаю что он такой был что ли но ты можешь бежать на фамилию не так и все сходится и дата рождения и и год и и город сходится кинувник 6 февраля 77 года как он сказал 0 6 0 2 все все садимся брать пойдемте это время идет все поехали вы тогда возвращайтесь сюда молитесь и возле всем все понятно все процедуру я же вы конечно